День пожилого человека – отличный повод для людей солидного возраста собраться вместе. Дата праздника выбрана не случайно. Бытует мнение, что старость – это золотое время, а осень, как известно, также называют золотой порой. У праздника даже есть свой логотип. Он представляет собой раскрытую ладонь, символ доброты и помощи. Во Фряновском доме культуры собралось немало жителей поселка. Поздравить бабушек и дедушек пришли специальные гости. Что такое пожилой человек? Ну, это человек в преклонном возрасте, может, как я немножко лысый или седой, но потом думаю, что это люди, которые действительно прошли интересную жизнь. Давайте говорить, они пережили два государства и живут – это СССР и Россия. Это те люди, которые делали славу поселку Фрянова. Главные участники торжества были рады собраться вместе. В поселке все друг друга знают и праздники привыкли отмечать за одним столом. День пожилого человека – возможность встретить старых знакомых в одном месте. Вы решили прийти сегодня на праздник? А чтобы пообщаться с друзьями. Много тут друзей? Очень много, очень много. А что бы пожелали в этот день всем много? Самое главное – здоровья, удачи во всех. И даже не поздно сейчас начинать что-нибудь новое, интересное. Да, мы тоже были молодые, а теперь я к этому возрасту подхожу. И так по профессии я хореограф, занимаюсь ребятишками. А в этом году я создала КАМУ за 50 женщин, и сегодня они здесь будут танцевать. Для гостей вечера выступили творческие коллективы с яркими вокальными и хореографическими номерами. Приятным бонусом стало еще и то, что каждому гостю вручили небольшой сладкий подарок. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.